Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынка от компании Тикнил и с вами я, Артур Идиатулин. Сегодня тот день, когда все внимание сфокусировано на долларе, однако умеренные колебания на валютном рынке по основным парам говорят о отсутствии консенсуса среди инвесторов по поводу итогов сегодняшнего заседания ФРС. В целом, экономика США сейчас может похвастаться уверенными темпами роста, однако хрупкие ожидания относительно продолжения банкета вынуждены также ориентироваться на тревожные сигналы из экономического фронта. Среди таких можно отметить торможение инфляции в августе, трудности производственного сектора, в частности, рост издержек для них и замедление темпов роста цен на недвижимость. В первую очередь мы рассмотрим график мнений членов ФРС относительно траектории повышения ставок, также известен как Дотплот. Здесь мы видим на 2019 год, что большинство участников предполагает, что ставка у нас достигнет уровня почти 3%, это у нас медианная оценка, и в 2020 году ее, возможно, нужно будет поднять еще раз. Долгосрочная ставка, нейтральный уровень, как вы видите, дальше спускается обратно на уровень примерно 3% до 2,75%, однако некоторые из представителей ФРС считают, что она должна находиться чуть выше, то есть в диапазоне 3% до 3,5%. Изменения именно на данном графике, то есть то, как члены ФРС сформируют свое мнение, расстановка сил в повышении ставки, в дискуссию по повышению ставки, она является важным источником информации для рынков, если не основным источником, что в принципе изменения на данном графике станут основой для того, как поменяются формулировки, как в заявлении ФРС после сегодняшнего заседания, так и по комментариям, собственно, главы ФРС Павлова. Доллару сегодня определенно помогут укрепиться комментарии ФРС о завершении политики подстройки, то есть переход из зоны осторожности в зону более решительных действий. Другими словами, если ФРС сегодня признает, что формирование решения на основе полученных данных может привести к отставанию ставки от объективно необходимого уровня для экономики, то новым подходом станут опережающие решения. В период низких ставок ФРС приходилось получать достаточно, собирать достаточно данных, чтобы затем принять решение по поводу того, оставить ли ставку на прежнем уровне или повысить ли ее. Но в фазу расширения экономики вот этот лаг между тем, как ФРС принимает свои решения и между тем, как экономические решения начинают подстраиваться, он может стать более существенным. То есть экономика, будем говорить, ускоряется, и при этом, если ФРС запаздывает, то есть пребывает в такой вот осторожности, принимает решение осторожно, то он может опоздать. И поэтому сейчас, рано или поздно, для ФРС необходимо будет совершить вот этот переход, то есть уйти от политики подстройки и принимать решения уже с меньшей оглядкой на экономические данные. В этом же случае рынок начнет по большей части ориентироваться на прогнозы и действия ФРС и в меньшей степени на поступающие экономические данные. Полагаю, что повышение ставки в сентябре уже заложено в доллар, сегодняшняя реакция рынков будет исключительно зависеть от траектории ужесточения политики в соответствии с прогнозами ФРС по ВВП и инфляции на ближайший год-два. В последнем заявлении ФРС говорится, что политика смягчения была нечто само собой разумеющимся в последние годы, но недавние комментарии различных членов, различных представителей ФРС содержат намеки, такие слабые, о несоответствии данной политике требованиям сегодняшнего дня. Единственное, что сейчас останавливает ФРС отрешительные подстройки политики под фазу расширения экономики, это неопределенность в отношении внешней торговли. Упоминания о торговой напряженности увеличились в недавних выпусках бежевой книги, и хотя значимость данного документа несколько снизила за последние годы, резкий рост количества упоминаний все равно вызывает некоторое беспокойство. Документ гласит о том, что тарифы вносят свой вклад в рост издержек, особенно для производственного сектора. Чиновник Федрезерва Брайнер заявил в сентябре, что тарифы являются мощным источником неопределенности, в то время как другой представитель ФРС Дэвид Розенгрен сообщил, что тарифы вместе с ростом цен на нефть станут серьезным стресс-тестом для Китая. И других развивающихся экономик. И, собственно, это создает угрозу для глобального роста, который может бумерангом вернуться в американскую экономику. Фискальное стимулирование, которое внесло значительный вклад в рост экономики США в 2018 году, может войти в рассуждение о балансе рисков. Мнения чиновников разделились по поводу того, как долго этот источник стимулирования будет действовать. Говоря же о понижательных рисках, следует отметить протекционизм, повышение цен на нефть и тревожный тренд на рынке недвижимости в США. Я напомню, что в июле и в августе у нас рост цен на недвижимость не оправдал ожиданий. В июле он замедлился на целых 0,7%. В августе он не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как продажи домов также несколько замедлились. Если говорить конкретно о формулировке заявлений по поводу рисков, то ФРС, вероятно, продолжит придерживаться фразы о том, что риски в целом сбалансированы. Что касается кривой доходности, то и здесь менее чиновников разделились на два лагеря. Некоторые из чиновников обеспокоены воплощением кривой доходности, другие, наоборот, умаляют значение изменений в ней. Официальная позиция ФРС по данному опросу. Мы следим за изменениями данного показателя, но также и следим за изменениями другими показателями. То есть, в целом, важность этого индикатора ФРС также несколько снизила. Что мы имеем в итоге? Сейчас необходимо сосредоточиться на изменениях в данном графике, в dotplot. В подходе к монетарной политике, то есть, останется ли политика подстройки, будет ли какая-то умеренная подстройка, либо начнется играть на опережение. Баланс рисков, естественно, изменения в прогнозах по ВВП и инфляции, а также комментариях относительно тарифов. На сегодня у нас все. Спасибо за ваше внимание. Встретимся с вами в пятницу. Продолжение следует...